В одной из своей песни, которая стала в той или иной степени популярной, никогда не был уверен, что это обязательно будет работать. Кроме рюмки водки. В этой песне я был уверен на все сто процентов. Танчика в сердцах. Каскадеры, каскадеры. Мы у случая прекрасного в гостях. Это наша судьба. Жить не можем иначе. Спасибо вам большое, что вы делаете кино по-настоящему зрелищному. Здравствуйте. С вами программа «До 17 и старше». Мы ведем репортаж с пятой премии кинокаскадеров «Альтер Эго». И сегодня мы поговорим с самыми любимыми нашими артистами и постановщиками трюков. Увидим мужественных и сильных каскадеров, которые участвовали в съемках наших любимых телесериалов и не только. Оставайтесь с нами. Будет интересно. Усаживайтесь поудобнее. А сейчас мы пойдем в зал и вы все увидите своими глазами. Следуйте за мной. Альтер Эго могут получить награду за свой труд. И сегодня у нас маленький, но очень важный юбилей. «Альтер Эго» уже в пятый раз проводится на легендарной сцене Центрального дома кинематографиста. Аплодисменты, господа! Там, где моё душа, там, где легко дышать, и на лице места родные, сердце не придет. Знаю я все, ага, что пошла моя Россия. Скажите, пожалуйста, чему подсвящено сегодня событие? С каждым разом на наши номинации собирается все больше и больше людей. И билетов не хватает на самом деле. Так что это радует. Это говорит о том, что наша профессия пользуется уважением, спросом. Приезжают к нам актеры, спортсмены, бизнесмены. Ну, руководство иногда приходит в гости Москвы и России. Так что это нормально. Расскажите, пожалуйста, о статуэтке, которую сегодня будут вручать. Кто автор этой композиции, кто скульптор? Ну, во-первых, это дань внимания нашей профессии, нашим номинантам, чтобы это осталось в памяти у них на все временно. Так что мы пока работаем, разрабатываем новые, новые, новые варианты награждения. На вручении премии в фойе представлена фотовыставка. Каждый кадр – шедевр. Это лучшие трюки нашего кино. Стоит посмотреть. И сегодня премию получат лучшие каскадеры и постановщики трюков по следующим номинациям. Лучший трюк сцена с огнем и пиротехникой. Лучший высотный трюк сцена. Лучшая постановка драки. Лучшее трюковое падение, каскад падений. Лучший трюк сцена с транспортным средством. Лучший конный трюк сцена. Я как зритель, почитатель нашего российского кино, даже не осознаю, какой труд лежит за прекрасным кадром, за остросюжетным фильмом. Этот труд принадлежит вам, каскадер. Ваши пожелания номинантам. Главное, знаете, что творческих успехов – это очень важно, потому что расти можно бесконечно в творчестве. Вот это бесконечно объемный рост, чтобы у них было. Пожелать хочу удачи, денег множество, придачу, яхту, виллу, самолет. В общем, пусть им повезет, ребятам. У них опасная работа, сложная работа. Чуть и миллиметр просчитал, и все. Многие актеры брали на себя эту миссию каскадеров и погибали. Не профессионалы, потому что это сложная работа. Тонкая, ответственная. Так что, ребята, будьте осторожны. Удачи вам. Ребят, с уважением к вашему мужеству, отваге, я как-то снимал клип вместе с каскадерами с МАС-фильма, где, ребята, там просто была камера, одна сразу проходила, без всяких склейк, без всего. И вот на протяжении всей камеры люди падали на них, рушились стены, кто-то там еще, что это был тихий ужас. Сейчас они работали пять дублей, потом все это восстанавливали, и, наконец, с пятого дубля мы все сняли. Я знаю вашу работу, знаю, каково это дается. Спасибо вам большое, что вы делаете кино по-настоящему зрелищинам. И, наверное, каскадерство – это все-таки настоящее искусство. Что бы вы пожелали трюковому жанру в кино сегодня? Мне кажется, что наше российское кино уже добилось больших высот и вышло на новый уровень. Мне очень нравится картинка в нашем кино, и меня все больше и больше радуют наши платформы, на которых выходят разные кино и сериалы, которые не уступают Западу, как я считаю. Есть такие фильмы с прекраснейшей картинкой, с актерским составом, с эффектами, с графикой, с трюковыми эффектами. Я руковожу сейчас гильдией. Основная задача моя – это, чтобы ребята работали, чтобы их не обижали, чтобы профессия развивалась, чтобы начали зарабатывать нормальные деньги. Какой трюк в вашей карьере каскадера был самым сложным? И назовите фильм, которым вы гордитесь. Самая сложная работа – это, наверное, был «Человек с бульвара Капуцына». Там много трюков, большое количество актеров, бригада в том числе. И, конечно же, крестоносец. Там самые серьезные, самые замечательные трюки, которые до сих пор еще не повторялись. Номинантов хочу пожелать победы, хорошего настроения, доброго вечера и новых друзей, которые здесь наверняка не найдут. Ну и, конечно же, как можно меньше травм в нашей работе. Что вы посоветуете современной молодежи? Стоит ли идти в каскадеры? Молодежь, она же не просто так приходит с улицы. Они долго добиваются внимания с нашей стороны, любви. Мы с ними работаем, тренируем, готовим к работе. И не все остаются здесь, потому что наша профессия сложная. Здесь не просто разбежаться, удариться головой о стенку. Хотелось понять, для чего это все. Молодежь нынешняя осторожнее намного. Ну, конечно, да. Они прекрасно понимают, что подвернутая нога – это сбой съемочного процесса. Это никому не нужно сейчас. Это же машина, это конвейер. И поэтому тут очень важно, как бы, я говорю в который раз, не выпендриваться и не сделать то, чего ты думаешь, что ты сделаешь, а тело этого не умеет. Есть ли у вас опыт пополнения трюков? Вот вы что-то делали такое? Нет, такого ничего не. У меня другая профессия немножко. А вы можете назвать фильм, который вас поразил, с вашей фильм «Каскадерской работой»? И «Беглая огонь», например, «Блестящая операторская работа, «Каскадеров работа», «Блестящая работа», «Дрогер Демира», «Куртаса» и так далее. Довольно старый фильм. Все-таки, мое мнение, актер должен играть, «Каскадер должен выполнять трюки», «Певец должен играть». Настя, скажите, пожалуйста, как актриса, вы хотели бы исполнить какой-нибудь сложный каскадерский трюк? Да, безусловно, это интересно. Как раз-таки сейчас я обучаюсь фехтованию, изучаю. Наверное, хочется сыграть в какой-то исторической картине, где задействовано как раз фехтование. И думаю, что у меня это получится, и совсем скоро это воплотится в реальность. Можете ли вы назвать хотя бы пять фильмов, которые вы советовали посмотреть молодому поколению? На чем вы воспитывались, и что сейчас может быть актуально для современной молодежи? Ну, вот я вам один недавно смотрел сериал, мне очень понравился «Метод». Классно сделан фильма. Прямо вот такой современный и здорово. То, что я могу смотреть по многу раз – это «Крепкий орешек», это классика. Молодой, где Брюс Виллис, первая самая. Вот. Еще есть такие фильмы, в которых «Гладиатор», это «Намбер ван». И «Челюсти» – все серии, которые есть. Мы сегодня побывали на премии «Альтер-эго», премии «Каскадеров». Это великолепное зрелище. На сцену выходили выдающиеся актеры. Это «Каскадеры», которые заменяли в фильмах настоящих героев кино. Но они на самом деле те самые герои, которые делают фильм остросюжетным, ярким, красивым, любимым зрителями. Они настоящие, мужественные, интересные, увлеченные своим делом люди. И трюки, которые мы видели сегодня, они завораживают. Они позволяют нам гордиться российским кематографам, который воспитывает таких потрясающих людей. И это «Каскадеры». Они сделали себя сами. Это смелые, мужественные, волевые и очень трудолюбивые люди. До новых встреч, дорогие телезрители. И с вами Ларионова Ирина. Дорогие друзья, я рада всех приветствовать на конкурсе «Золотые фестивали РФ». Это необычный конкурс. Сегодня снимается телеверсия. И я желаю всем участникам, которые уже победители, потому что люди, которые участвуют и дошли до этого этапа, они уже победители. Это большой труд, это большая работа. И то, что мы сегодня увидим, это результат. Мы будем первые! Мне даже самой очень интересно, чем нас сегодня удивят конкурсанты. Внимание на экран. Всем привет, дорогие зрители. Меня зовут Вероника Колесникова. И я выступала на конкурсе коллаборации с песней «Made in Russia». И я хочу вам рассказать о этой прикольной песне. Я ее выучила в школе со своим преподавателем по музыке. Она вообще мне далась легко ее выучить. И танец мне ставил мой тренер Ольга Сергеевна. Вообще, мне понравилось, что меня называли «Зажигалочкой». Я очень сильно волновалась, что я там задохнусь, потому что танец очень такой энергичный. И вот с такой вот песней, мне кажется, не очень удобно танцевать. Но я вот рассчитываю хотя бы на второе место. Но чуть-чуть есть в этой мысли, что я попаду на первое. «Made in Russia» — это песня наша. «Made in Russia» — это песня наша. Это не сказка, это был «Русская кадринь». «Made in Russia» — это песня наша. «Made in Russia» — это песня наша. «Мade in Russia» — это не сказка, это был «Русская кадринь». «Русская кадринь» — это песня «Зажигалочкой» — это песня «Зажигалочкой» — 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 «Зажигалочкой Естественно, жюри обращает внимание на всё. На образ, который создают участники, на его мастерство, на работу педагогов, на внешний вид, на артистизм. Мне кажется, артистизм – это самое главное, потому что то, как подаёт материал участник, ну, это, мне кажется, самое такое, на что мы обращаем внимание, да, то есть зацепил, не зацепил. Мы понимаем, что они только в начале пути, они растут, они развиваются, они ещё учатся. Но вот это вот харизм, артистизм – это самое главное. Всем доброго времени суток. Это самая младшая участница, Миюша, один год. Она выступала сегодня со своим первым воздушным танцем. Мы выступали на воздушном снаряде, называется «Плотно». Я не волновалась. Я немножко волновалась. Давайте посмотрим, как это было. Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Ты хочешь, чтобы я был, как ель зелёный, Всегда зелёный зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибкий, как ива, Чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться. Но я другое дерево. Я другое дерево. Другое дерево. Меня зовут Эмилия Рузанова. Мне 10 лет. Мой номер называется «Как мне имя выбирали». Я чтец, рассказываю рассказ. Я готовилась год. Я быстро выучила это произведение. Ну вот вначале, когда выходишь выступать, чуть-чуть волнуешься. А потом, когда вживаешься в само произведение, становится легко. Когда я была маленькой, мне жутко не нравилось моё имя. Ну куда это годится? Ксюша. Так только кошек называют. А мне, конечно, хотело, чтобы меня звали как-нибудь красиво. Вот у нас одну девочку в классе звали. Эльвира через забор ногу Задерещенская. У учительницы даже ручка сломалась, пока она эту девочку журнал записывала. В общем, я пришла домой и заплакала. Ну почему у меня такое смешное и некрасивое имя? Что ты, доченька, сказала мама. И имя у тебя просто замечательное. Ведь когда ты только-только родилась, у нас дома собрались все наши родные. Привет, друзья. Меня зовут София Сотникова. Мне почти 8 лет. Я читала Владимира Маяковского. Хорошее отношение к лошадям. Я недолго к нему готовилась. Я его запомнила почти с одного раза. Но интонацию тут надо было подбирать очень долго. У меня уже 5 гран-при с международных конкурсов. Я, честно, не умолвалась. Чего мне не умолваться, если я уже давно на сцене с 3 лет. Были копыта, пели, будто гриб, гроб, гроб, гроб. Ветром опитали дома, будто улица сколезила. Лошадь на круп грохнулась. И сразу за зевакой зевака штаны пришедший Кузенецкий колешать сгрудились. И смех зазовенел и зазовекал. А лошадь упала. Упала лошадь. Смеялся Кузенецкий. Всем привет! Мы приехали с Краснодарского края коллективом «Огонь». У нас цирковой номер, называется «Ангелы». Этот номер мы готовили 4 месяца. Дети усердно работали. Каждый день мы работали по 8-10 часов, чтобы можно было этот номер вытянуть на достаточно хороший уровень. Я, конечно, надеюсь, что дети смогли все настроение этого номера передать, и жюри сможет его оценить. Дети умнички, они трудолюбивые, стараются. Они говорят, еще больше, еще больше надо тренироваться. Поэтому я очень счастлива, что мы сюда приехали. Смотрите передачу до 17 и старше. Мы будем первые! Белый снег тает на руках. Я видел это раньше в своих снах. Как белый снег играл на солнечных лучах. Новый день завтрак нам придет. Верю, что добро нам принесет. И подарит крылья нам на Новый год. Я вам от всей души желаю не останавливаться, творить, участвовать в конкурсах, репетировать новые номера, придумывать, вдохновляться. Удачи вам, успех! С вами была Виктория Киева. Всегда ваша и побольше добрых чудес в вашей жизни. Обязательно пишите об этом в комментариях. Свои впечатления. И это поможет нам выбрать лучшего из лучших. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Ларионова Ирина. И рубрика «Это интересно». Мы продолжаем передачу, посвященную празднованию Пасхи. События, значимого для всего православного мира. Приглашайте к экранам телевизоров детей. Пусть дети знают историю наших праздников, наших православных традиций. Пусть передача наша до 17 и старше будет семейным делом. И сегодня мы узнаем, что следует делать в каждый день Великой Седмицы, Великого Поста перед Пасхой. Что нужно делать в праздничный пасхальный день? Какие существуют народные забавы и интересные праздничные угощения в этот день? И, конечно же, мы познакомим со старой традицией пасхального воскресенья. Место встречи праздника, Пасхи, конечно, храм, куда приходят обычно всеми семьями нарядные, радостные. Особенно радостные уже после полуночи, после крестного хода, когда наступает уже воскрешение Господне. Наступает Пасха. Обычно крестный ход начинается ближе к полуночи. Три раза обходят храм вместе со священниками, прихожане. И, входя уже в храм, радостно произносят «Всем приходом Христос воскресе!» И отвечают прихожане священнику «Воистину воскресе!». Прекрасной традицией является христосование, когда младший обращается к старшему «Христос воскресе!». И, конечно, воистину воскресе тоже отвечает ему старший прихожанин. И в это время можно христосоваться, целоваться в щеку троекратно в радость воскресения Господня. В 23.30 начинается воскресная полуночница, когда плащаница вносится обратно в алтарь. Что же происходит в светлое пасхальное воскресение? По утру возвращаются прихожане домой. Нужно немножко поспать, отдохнуть, потому что была бессонная ночь, хоть и радостная, но тяжелая молитва – это тяжелый труд, тяжелая духовная работа. Но это всегда радость. Всегда встреча с Богом – это праздник. И отдохнувший христианин садится за праздничный стол, разговляется, уже можно себе позволить скоромную пищу, Великий пост закончен. Вкусные куличи, пасха, яйца и другие угощения. Конечно, соседи, друзья, родственники встречаются, христосоваются, ходят в гости. Разрешены народные гуляния, катания, песни, танцы. Запрягали обычно лошадей, привязывали ленточки в дугу на оглобле и радостно с песнями, проезжали по деревне. Есть еще один интересный обычай – это катание яиц. Дело в том, что вся деревня, особенно молодежь, выходили обычно за деревню, на край села или деревни. Если в селении был храм, то это село. Если храм был в соседней деревне, то это в соседнем селе, то это деревня. Так вот, выходили всем миром за околицу, на край деревни или села, и с горочки катали яйца. Обычно играли все деревни. На вершине горы было много играющих, а внизу горы раскладывали яйца. И другая группа играющих стояла в низине. И таким образом яичко запускалось с горы вниз и докаталось до ряда яичек, которые лежали у подножья этого холма. И, соответственно, то яичко, которое оказывалось крепче, хозяин этого яйца побеждал и забирал разбитое яйцо у подножья горы. Иногда бывало так, что выходил такой бравый боец с одним яичком в кармане, а приходил с дюжиной яиц домой, а то и больше. Вот такие были интересные игры. Поэтому вся семья могла безбедно наслаждаться деликатесами, яйцами целую неделю после Пасхи. А в семьях более состоятельных, в купеческих, дворянских семьях игра происходила иначе. Обычно на столе, в гостиной строилась изысканная деревянная гора, которая горка, которая строилась как резной красивый терем с удивительной траекторией движения яйца от вершины этого терема к его основанию. Когда яичко двигалось по сложному лабиринту на глазах у всех собравшихся и под, конечно, охи и вздохи, и возгласы играющих, потому что яйцо скатывало вниз так стремительно, а внизу, конечно, яйцо соперника лежало у основания и ждало встречи с таким образом, с тем яйцом, которое сталкивалось хозяином дома для того, чтобы достичь яйца соперника, пришедшего гостя. Обычно собиралась публика вокруг этого терема, расписного, стоящего на столе, и каждый гость приходил, конечно, со своими яйцами в дом, хозяина как правильным пасхальным даром, приносили, конечно, и куличи, и Пасху друг другу, когда ходили в гости. И вот эта игра с катанием яиц с деревянной красивой горки уже в доме была отдельным мероприятием, которое доставляло удовольствие и взрослым, и детям. Существует интересная статистика совпадений католической и православной Пасхи. Католическая Пасха 45% случаев на неделю раньше православной. В 30% случаев совпадает. И 5% разница в 4 недели. В 20% разница в 5 недель. Разницы в 2 и 3 недели не случаются никогда. Наша передача подошла к концу и надеюсь, что она была очень полезна, особенно для молодого поколения, которому, конечно, нужно напоминать наши российские православные традиции, для того, чтобы чтить память о своих предках, чтобы знать историю своей страны, знать историю наших религиозных традиций. В данном случае мы поговорили о православной традиции празднования Пасхи на Руси. Ждем вас снова на нашей передаче. Надеюсь, вам было интересно. До новых встреч! С наступающим праздником Великой Пасхи! И с вами Ларионова Ирина. До новых встреч в эфире! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова